Все закрыли? Вот так вот и работают наши представители коммерческой индустрии. Ну что, ломиться не будем, толку нет? Да нет, конечно. Сарафанное радио, что по шестому микрорайону идет проверка надлежащего выполнения предписаний губернатора Московской области. Об ограничениях в работе некоторых предприятий разлетелось моментально. Сотрудники открытых еще пару минут назад магазинов быстро заперли двери, не успев даже выключить свет. Конечно, в этом случае оштрафовать владельцев не получилось. Свет, пожалуйста, выключите, если есть возможность распечатать объявление о том, что данное заведение работает. По постановлению губернатора Московской области с 28 октября по 7 ноября включительно в регионе не могли осуществлять деятельность рестораны, фитнес-клубы, салоны красоты, другие предприятия по предоставлению услуг и магазины, кроме продовольственных. Владельцы должны были закрыть двери для посетителей, но не все предприниматели оказались добросовестными. По информации администрации Ленинского округа, в этот период поступило много жалоб на таких несознательных бизнесменов. Поэтому члены общественной палаты муниципалитета и решили инициировать рейд. Есть официальный сервис такой, куда жители обращаются с жалобами на нарушение определенных правил и тому подобное, добродел. Там фотография, она датируется, там есть дата, там есть время. Вот вчера ваше заведение работало. Вот эта неделя, она была предусмотрена нерабочей для того, чтобы просто прервать спочку заболевания. Вы просто поймите, что мы из этого никогда не вылезем в итоге, если это будет продолжаться таким же образом. Вы продолжаете работать, вы считаете, что вы защищаете свой бизнес, но в итоге вы делаете хуже только себе, понимаете? Таких случаев, чтобы не было, чтобы не было больше болезней, чтобы люди спокойнее жили, а чтобы до Нового года мы не сидели дома. Но, ребят, нужно, нужно, чтобы, да, да, и не будем говорить, что нет, значит, было, что они пришли. Нарушения были выявлены не только в точках торговли, которые в эти дни могли осуществлять деятельность. Участники рейда, куда помимо общественников вошли представители администрации и правоохранительных органов, посетили несколько сетевых супермаркетов, где проверили соблюдение масочного режима. Мы все понимаем, со своей стороны мы делаем все, что необходимо, но, к сожалению, покупатели некоторые очень агрессивно воспринимают, предлагаем у нас маски на каждой кассе. Вы как-то отказываете в обслуживании? Хорошо, хорошо. Человеку без маски обслуживать не должны, более того, если там в случае проявления какой-то агрессии, либо чего-то еще, просто вызывать правоохранительные органы, тем самым мы, как бы, я думаю, что все это дело сможем пресечь. В целом, рейд показал, что большинство предпринимателей все-таки на стороне правительства и пытаются помогать предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Но, как уже известно, пандемию удастся победить только тогда, когда каждый внесет свой вклад в борьбу с инфекцией. Нужно напрячься, нужно, соответственно, соблюдать, нужно, соответственно, контролировать. Ну и, соответственно, вакцинацию никто не отменяет, ребята. Нужно вакцинироваться однозначно всем, только это может нас реально вытянуть из того болота, в котором мы сейчас находимся. С 8 ноября ограничения были сняты, локдаун не продлили, но масочный режим в регионе сохраняется. Поэтому члены общественной палаты намерены продолжить подобные рейды. Юлия Пагасян, Грила Иванов, Ругосадовская. Видно этого.